Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала. Сейчас мы с вами находимся в Кестель, в очень улюбном ресторане, в гостях у Натальи. Всем привет! Наталья красивая женщина, моя сайт-печественница, бизнес-леди и хозяйка этого ресторана. Хозяйка ресторана это очень, как сказать, у нас жена хозяина, привет. Муж голова, а жена шея. Туда шея повернет, туда голова и посмотрит, правильно? Ну, хочу вкратце сказать, что это как бы сборная солянка-ресторан. Здесь есть и суши, здесь есть и мясо, и... Ну, неважно, почему именно на суши, Наташа? Почему именно на суши? Дело в том, что у нас есть ресторан японской кухни в Украине. И мы уже там 5 лет хорошо работаем. Вот, и муж решил привести эту идею, эту концепцию, то есть, мы вынесли сюда. Потому что это важно, да, как бы, если это рецептура, из чего сделано. Ну, почему он знает свое дело, естественно, какой там бутик или какая там чорба, если он суши-специалист. А сколько лет ресторан? Ресторан, ну, два года, мы открылись перед пандемией, где-то месяц, так сказать, суши-специалист. И как вы выживали в пандемии? Да, это было очень тяжело. Мы делали доставку, ну, такого выхода не было. Ну, а сейчас доставка есть? Сейчас доставку делаем очень редко, делаем очень редко, скажем, постоянным клиентам, ваше знакомство делаем. Вот, а в основном сейчас ресторан работает внутри, идет работа, и можно показать вынос еды с собой и получить 10-процессную скидку. Вот, то есть там заказы, решили, и все это забираем. У нас также действует 15% скидка на день рождения. За день день рождения, сам день рождения и день после. То есть до 3 дня 15% уходит внутри ресторана, уходит в домашнюю. Вот такая. Маловажно, у тебя официанты-горсоны, да, скажем так, русскоговорящие? У нас, да, работают русскоговорящие ребята. Муж подписал какой-то как раз с агенцией, то есть ребята эти, парень из России, парень из России, они говорят на русском, на английском и на английском. А у них рабочие визы есть? Конечно, у всех наших работников есть рабочая виза, то есть это очень важно, чтобы человек был защищен, и его как бы, да, трудовые пролапы. Все это в ресторане соблюдают. А коваров откуда? Ковар у нас с украинцем и 2 человека из Ирана. А суши кто делает? Суши делает наш шеф из Украины и у нас с ковар из Ирана тоже. Она училась по нашей методике. В общем, кучина и украинец. Я, честно говоря, думала, какой-то респонец, китайец, но очень вкусный. Покажу вам. Хозяина ресторана. Ну, такой милый человек у тебя. Ну, скажи, он не украинец. Нет, он не украинец, он иранец. Перс. Перс, я... Ну, зовут его Даниэль, тем не менее, потому что ресторанчик называется Даниэль Грушик. А как правильно называется ресторан? Данил Фузик, он слушает его Аланьян. Вот. Страничка у вас есть в Инстаграм. Да, слушает его Аланьян. Так и называется. Ну, под видео я все ссылки и адрес напишу, локацию, как вас найти. Подошел к Наталье ее муж. Это Даниэль. Даниэль! Hello! Это Даниэль. Да. Хозяин ресторана. Это Дамиэль. Хозяин ресторана. И действительно, он в каждое блюдо свою душу вкладывает. В каждый соус, в каждую приправку. Ну, это у человека, скажем так, я не знаю, от рождения. Ну, и вот, чтобы не быть голословной, сейчас подходим к столику. Здравствуйте. Можно к вам пристать? Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий, вам понравился обед? Да, да, превосходные суши. Нам порекомендовали знакомые, сказали, в принципе, московская технология плюс-минус. И да, попробовали, действительно, не разочаровались. Превосходный уголь, шикарный лосось, сливочно, вкусно, насыщенно. А по ценовой категории дорого или приемлемо? Приемлемо, приемлемо. Нельзя сказать, что бюджетно, но и не завышено. Ну, да. Спасибо, приятного аппетита и хорошего дня. Спасибо. Это бар. Поймали Сергея за работой. Привет, Сергей. Спиртные напитки, кофе, чай. Хотелось бы узнать часы работы заведения. Мы работаем каждый день с часу до 11. Кухня принимает заказы до 22.00. И с понедельника выходной. Так что спешите, в воскресенье еще есть шанс. Окей, окей. Это повар Пуя, который готовит горячую еду. Вот это два повара. Вернее, вот этот шапки повар и два помощника. И на втором этаже делают суши. Сейчас хочу лично увидеть этого человека, который делает суши. Валера, привет. Привет, привет. Я думала, ты китаец, потому что ты очень вкусно делаешь суши. Ну, как в Турции говорят, Эллины Саалык, это здоровье твоим рукам. Потому что суши реально получается очень вкусно. Я сюда и клиентов привозила, и друзей, и все в восторге. Устаешь, не устаешь? Нравится работа? А это хатика. Хатика, она тоже делает суши и десерты. У нее очень вкусный десерты. Ну, скорее всего, больше десерты, да, по десертам? 50 на 50. 50 на 50. В общем, смотрите, это два серых кардинала, которых не видно, но которые сделают любой вечер, любой обед и ужин незабываемый. Ребята, удачи вам. Спасибо, спасибо. Приходите, мы вас ждем. Большое такое помещение. Так, у меня все в холодильнике. Огромное, да. Ну и ты поварам хороший такой вид, смотри, да, на улицу. Все такое большое, просторное, чистенькое главное. Ну, это, кстати, хорошо, что люди могут изнутри увидеть, правильно, что творится на кухне. Ну, в этот момент мы всегда, как-то человек может дать и глянуть. Ну, не то, что мы разрешаем, но именно у него в Данил всегда следит за чистотой, и это как бы в приоритете. Ну, конечно. Это же гиена, и пускай здоровья. Пошли нас кормить! Let's go! Горячие блюда. Кстати, вот эта вот рисовая лапша с креветкой 68 лир она стоит, порция. Рекомендую, если будете, она обалденная. Цены тоже 30 лир, 40 лир. Так, теперь по мясу пробежимся. Стейки 180 лир, 155 лир, 110 лир. Шашлыки 90 лир. 85 лир, чупра, рыбка, сибас, 81 лир. И лосось, порция 100 лир. И десерты. Магнолия какой-то десерт, не знаю, 30 лир. Французский десерт 45 лир. Супангел 30 лир, 35, 45, 30. Ну, в общем, вот такие вот тоже довольно-таки недорогие десерты. То, о чём я говорила. Борис не любит суши. Вот ему приготовили стейк. Специально Даниэль готовил для Бориса. Принесли нам шедевры Валеры. Смотрите, как всё аппетитно, вкусно выглядит. Закуски. Это с чесночком хлеб. Наталь, озвучивай. Так, ребята, вот это наш фирменный ролл, бонсай ролл. Там несколько рыб соединено в нём. Вот, очень вкусненько. Там и креветочка в нём, и лососи, и тунец, и куфер. То есть, я вот, надо всё в нём есть. Это чес. Чес роллы, шахматы такие. Это новые, кстати, роллы. И вот это новые роллы Филадельфия Делюкс. То есть, она идёт с икоркой. Вот эти вот так. Это Филадельфия с тунцом, там с огурчиком. И горячие Найлаофот роллы. Тоже очень вкусненькие, тёпленькие. Тоже с рыбкой и с сыром. Ну, вот такое вкусное у нас видео получилось. Спасибо Наталье, спасибо Даниэлю. Многие скажут, что это реклама. Конечно, реклама. Почему не рекламировать тот ресторан, который действительно качественно и вкусно кормит людей? Надеюсь, информация вам была полезной. Всем пока! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова